Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфиопародоцелитель. Мы говорим о здоровье. Был выпущен недавно ролик о том, как прекрасно покупать экологически чистое, дорогое кокосовое масло из Таиланда, тайское, что по специальной схеме, точнее, через специальные руки, одобрено королем Таиланда. Не буду называть, кто это продает, кто это продвигает. Люди в теме знают, откуда ноги растут. Но дело не в этом. Друзья, сам я тоже что-то там, точнее, под мои юрисдикции тоже продают. Тут много всякого товара, как бы для здоровья. Отнюдь не все я одобряю. И вообще считаю, что там, ну, только костыли какие-то, и это на время. И, в принципе, практически все это совершенно не обязательно. Люди сами вот как бы просят это. Ну, хотя бы оно натуральное. Я очень рад, да? Ну, кокосовое масло вроде тоже такой натуральный продукт. Вы можете почитать, как это очень полезно. Это безумно полезно. Ну, у нас в основном берут кокосовое масло для наружных целей. Ну, как бы здесь нет вопросов. Хотя, когда вы здоровы, у вас здоровая кожа, и она удерживает замечательно свои собственные жиры. И нет там никаких проблем. Но до этого надо дойти. Да? И понятно, что пока в пути. Возможно, вот для наружных целей это замечательно. Я на данный момент совершенно не понимаю, зачем кокосовое масло ссувать в себя. Да? И я молчу уже просто про кокосовое тоже молочко. И, значит, напомню. Значит, во-первых, что вообще это такое кокос? Значит, то, что вот откуда как бы берутся вот это кокосовое молочко, либо жирное, жир вот кокоса, да, то есть кокосовое, это берется из костяшки. То есть, ну, вы еще посмотрите, вот продаются как бы просто дешевые такие кокосы, да, как называют темные. Это костяшка, это косточка. Это не плод... Там внутри не плодовая мякоть. Это важно. А бывает дорогое вот продается, как бы с оболочкой, да. Вот, ну, есть ее никто не будет. То есть, она вот несъедобная. То есть, еще раз, да, с точки зрения ботаники, вот то, что откуда берется, вот что молочко, что как бы масляная фаза, это костяшка. То есть, внутри находится зародыш. Мы много говорили о том, что зародыши у нас практически не перевариваются. Там совершенно другая... Там вибрации, конечно, вибрационная. Это плодовая часть растения. Ферменты готовы это увидеть. Но... Готовы, но... Проблема в том, что зародыши, вот, зерен, то есть, эндосперм, да, зерен, там, злаки, вот, значит, орехи, вот, ну, то, что эндосперм внутри, вот это, да, оно очень концентрированное. Белки, жиры, масла, белки, углеводная часть, они очень плотные, белки плотные. Структура крайне уплотненная, это вот концентрат. И это, к сожалению, касается и вот молочка. Хотя, казалось бы, кокосовое молочко, вот, да, ну, прямо, ну, чуть ли некоторые не сравнивают, что это как молоко матери. Ну, то же самое говорят и про конопляное молочко. Ну, по-моему, мы, вот, из роликов каком-то я проверял, что молочко конопляное практически не усваивается. И, по сути, это тоже закисляющая пища. И не наша просто пища, да, и не тянется у нас. Не вижу я людей, которые, вот, хотят просто сорвать там коноплю и жевать там ее, и как-то пытаться из нее получить молочко. Кокос вы тоже не откроете, в принципе, сами, да, и костяшками мы не питаемся вот этими. И, как бы, ну, природа нам подсказывает, что туда не лезть, там зародыш, это вот не для тебя. Ну, вот человек, он хитрый, да. И, ну, вернемся к маслу кокосовому, да. Здесь я, как бы, тоже проводил определенные замеры. Вот именно вот этого масла, сами, наверное, догадываетесь откуда, супер-пуперского. Как вы это делаете? Опять же, если вы владеете биолокацией. Вот, ну, вам пытаются втюхать, вам пытаются продать, да. Ну, вроде все красиво написано. Ну, я тоже когда-то проходил, я тоже много читал, как все красиво, что-то покупал, себя сувал. Но, как-то эволюционно дальше я развивался и уже отказывался от того, что вам пытаются втюхнуть, да. Значит, да, это не самое страшное. Понятно, если вы с мяса перейдете на кокосовое масло, это уже неплохо. Но вы можете пойти и дальше, и тогда, оборачиваясь назад, вы будете, ну, возможно, вам захочется что-то измерить, посмотреть, а зачем я это вообще в себя сувал. Ну, и, значит, у нас, смотрите, вот масло, да, ну, вообще у нас масло растительное практически не усваивается. Мы это все с вами уже проходили в роликах, и об этом Михаил Советов, например, говорит. Ну, в принципе, там как бы масло, я имею в виду, уже вот отжатое откуда-то, да, и масло зародышей просто даже, да. Еще вот из банана, там, из авокадо, из финика, да, организм будет пытаться, ну, в маленьких дозах, если вы дадите вот мякоть плодов, то оттуда до какого-то момента, да, от одной порции организм, да, ну, там оно в другой форме. А что касается масел, которые отжали из косточек, да, из, как бы, из костяшек, там, да, то там в чистом виде вот отжатое это масло, это, ну, это яд для организма, оно чистит печень. А почему это яд? Ну, все очень просто. Значит, у нас усвоение может быть в виде мономеров, а может быть в недорасщепленной форме. Вот у вас поступило это кокосовое масло. Вот мы берем 10, я не знаю, там, пусть будет чайная ложечка вот этого суперского тайского кокосового масла. И берем опять, вот, вы берете свой фантом или там своего знакомого, кто вам это попросил, позволил, и вот я смотрю, смотрю, что вот со мной будет, если эту одну чайную ложечку я съем, да, и вот она пройдет, как бы, да. Посмотрим, сколько вообще усвоится в виде мономеров, как и должно быть, в правильной, да, то есть будет расщеплено до жирных кислот и три глицерида. Сейчас мы посмотрим до мономеров, значит, до 100% будет усвоено, вот у меня, например, в виде, вот, правильных, то есть до мономеров 0,1, 0,2, 0,3, нет уже, 0,1, 0,2, 0,3. Даже не 0,3%. Ну, тут еще можно посмотреть, что это в виде, в полностью расщепленном виде, а в недорасщепленном виде, что плохо для организма, будет усвоено 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Чуть больше, ну, незначительно, к счастью, будет, потому что вот в недорасщепленной форме это негатив для внутренней среды, а в полностью расщепленной форме, да, это замечательно, да, замечательно, но 0,2%. Что будет с остальной частью? Она просто будет идти, идти, идти и разлагаться в толстом кишечнике микозным разложением. В восходящем отделе толстой, вот идет микозный негативный процесс, поперечный, а нисходящий, нисходящий уже не будет. То есть, вот оно как бы в восходящем отделе толстом, и какая-то часть поперечная, она там будет как бы разлагаться с кислотными метаболитами. Это негативный процесс. В принципе, честно скажу, я посмотрел, будет ли это кокосовое масло как-то негативно для тонкого кишечника, пока там будет идти что-то, да, там смазывать, наверное. Я не нашел там негатива, скажу тоже честно. То есть, ну, конечно, естественно, там будет, да, вы спросите, ну, а в чем же ядовитость еще? Ну, организм же видит, что попало то, что невозможно расщепить. И он идет в выброс жирная фаза, да, вот эта растительная. Он на нее выбрасывает что? Желчь выбрасывается, и как бы, ну, сок поджелудочный там тоже будет пытаться сработать. То есть, это нагрузка на поджелудочную, организм же видит, что не получается. Желчь, да, печень почистится, да. Но я просто не понимаю, зачем тратить такие деньги, но почиститесь попроще, какое-то масло возьмите, там, да, не знаю. Как бы просто овчинка выделки не стоит пропустить через себя тайский королевский продукт, потому что так написано, потому что экологически чисто, ну, вот, как бы деньги не на ветер, а в унитаз, да. Собственно говоря, подчеркну, что я не единственный, кто рассказывает, что растительные масла не усваиваются. То есть, ну, с такой небольшой погрешностью. Ореховые масла, ореховые, они, вот, некоторые усваиваются, кстати, хорошо, получше. Ну, примерно те же самые будут результаты по кокосовому молочку. То есть, там усвояемость тоже отнюдь-отнюдь невысокая. Ну, давайте даже посмотрим, для интереса, вот, да, кокосовое молочко возьмем, хорошее, опять же, свежее. Ну, в одном из роликов это уже было. И посмотрим, вот, вообще, сколько усвоится в виде мономеров из кокосового молочка, из 10 мл. Вот у меня, опять же, да, там, не знаю, более 1%, да, более 2% нет. Ну, то есть, от 1 до 2% там чего-то будет тоже усваиваться. Примерно, вот, у меня такие данные и по разным, по молочку и конопляному, и разным другим, как бы, попыткам как-то усвоить концентраты зародышей, да. То есть, это не наша пища, вот она, но не забывайте, что в молочке там уже идет и будет, возможно, там какие-то, точнее, ну, я не знаю, сколько там белковые или углеводные фазы, да. То есть, все то, что недорасщепляется, дальше идет, гниет и бродит, да. Ну, особо страшно, когда люди начинают там, вот, в виде пасты, либо просто жевать эти зародыши. Опять же, это орехи, злаки, семена. Так и, кстати, проростки всякие. Вот это все тоже, оно практически не расщепляется и не может быть расщеплено. Но зато оно, как бы, никакую микробиоту полезную нашу оно не кормит. Тоже можете вот брать, это проверять. И вообще старайтесь жить, вот, ненаписанным, потому что и тогда может окажется, что вам очень много этой покупать совершенно не нужно. Может быть, что-то другое. То, что вам реально, вот, полезно. То, что идет именно на пользу. Окажется, что никакие не фукусы, никакие там сушеные суперские травы, да, вам не нужно. Или, как рассказывает, значит, Виктория Бутенко, что вот витамин К2 можно получить только там из какого-то там одного продукта из Японии. Иначе вы умрете все без этого витамина. Вот всю эту чушь, чтобы отсеивать, да. Ну, если вам пока не хватает уверенности в себе, что у вас все это синтезируется, что вы самодостаточны, и вам, ну, вот, плоды даны только как баловство, и так поддерживать связь какую-то с социумом, с землей, да, и только в наслаждение. Если вы продолжаете еще жить тем, что вам надо извне получать целые вагоны каких-то там витаминов, белков, жиров, углеводов. Ну, проверяйте, проверяйте, реально ли вы что-то получаете от этого, а то получится, что вы-то получаете минус только, да, потому что еще раз, вот берем 10 мл этого суперского кокосового масла. Вот вы мне взяли, ну, 10 грамм пусть, или там чайная ложка пусть, чайную ложку вы мне дали. А конечная энергетическая сальдо не плюс. То есть, как бы, у меня оно отнимет энергию, а вот кое-кому оно даст деньги. Вообще, посредникам, королю Таиланда даст деньги, видимо, тоже, наверное. Но, это как так вообще, почему? Все с меня заработают, все с меня получат, а меня еще оставят меня в минусе за мои же деньги. Вот такая ситуация, мне, например, не нравится. А вам, Андрей Широков, Клуб Эфилипп Родоцелитель. До скорых встреч!